Всем здравия! Сегодня мы продолжаем наш сказ о биосфере, о живой земле, на открытом воздухе, наполненной живым воздухом нашей живой земли. На предыдущем занятии мы остановились на части линии жизни Владимира Ивановича Вернадского. В принципе, если мы изучаем всех наших космистов, да и вообще ученых, всегда здорово смотреть три линии, то есть линия дела, линия жизни и линия любви. Ну вот мы сегодня как раз все эти три линии с вами рассматриваем и я напоминаю то, что Владимир Иванович Вернадский, вот этот альбом о нем составлен Валентиной Сергеевной Неаполитанской, которая как раз таки являлась хранительницей дома музея Вернадского. И в завершении этой книги дана совершенно уникальная такая табличка, которую составил Кирилл Павлович Флоренский. Как раз Кирилл Павлович Флоренский это сын знаменитого отца Павла, то есть философа русского, тоже русского космиста Павла Флоренского, где вот он показал его развитие от научной мысли, от биосферы к космосу, то есть как это развивалось атом, кристалл, минералогия, земная кора, планета, биосфера, иноосфера, космос. То есть как его мысль, вот она проникала именно в космос. И также здесь еще дана вот такая, можно сказать, диаграмма, сколько наук или отраслей такого научного знания он своим пытливым умом смог охватить за свою жизнь. Вот здесь получается у нас, смотрите, это метеоритика, кристаллография, геохимия, геология, минералогия, публицистика, изотопия, история науки, почвоведение, биосфера, иноосфера, биогеохимия, живое вещество, гидрохимия, философские вопросы естествознания, радиогеология, радиоактивность, организация науки. То есть и также здесь, можно сказать, процентный состав его творчества, сколько составлен, то есть такое мощное исследование. Но мы вернемся с вами в самое начало его жизни, потому что часто в дом Вернадских приезжал двоюродный брат отца Евграф Максимович Короленко. В семье дядюшку все любили очень сильно, потому что он был поклонником Вольтера, был очень остроумный, но самое его главное увлечение это был космос. И в этот Харьковский, в это время они жили как раз в Харькове, период Вернадских предметом увлечения была астрономия. И Владимир Иванович потом так пишет про воспоминания этих лет. «Вспоминаются мне темные зимние звездные вечера. Перед сном он любил гулять, и я, когда мог, ходил с ним. Я любил всегда небо, звезды, особенно Млечный путь поражал меня. Я долго после не мог успокоиться в пространстве. Падающие звезды оживлялись. Я не мирился с безжизненностью Луны и населял ее целым роем существ, созданных моим воображением». Такое огромное влияние имели эти простые рассказы на меня, что мне кажется, что и ныне я не свободен от них. Конечно же, именно в нашем полосвете ночью тоже охватывает удивительное состояние, потому что купол звездного неба открыт, он очень ясный. И мы видим вот эти бесчисленные мириады звезд, которые поражают наше воображение и все-таки говорят о том, что жизнь, она проистекает везде. И наша большая радость в том, что мы живем частью этой жизни. Итак, Владимир Иванович, дальше они переезжают в Петербург, он поступает в гимназию. И я просто для вас сейчас зачитаю его маленький дневник, в котором он рассказывает о том, как он посещал театры. Вот красноречивые записи, относящиеся к началу 1877 года. 3 января, гугеноты в русской опере, 7 ромео и джульетты в итальянской, игры о пении были превосходны. 8 января, неожиданно попал в концерт в дворянском собрании, игра Галкина не понравилась. Отметки за неделю, 5 почвоведения, 4 латынь, 3 латыни греческой истории, вечером итальянская опера Вильгельм Тель, очень понравилась. 22-е, 9-е, 29-е, сила судьбы и опять 4-е февраля итальянская опера, играли скверно. Это в 14 лет. Далее семья Вернадских переезжает в Павловск. Отец Вернадского находится в достаточно плохом состоянии. И год перед окончанием университета, 84-й, был особенно напряженным. В 14 марте скончался отец. И Владимир Иванович Вернадский после окончания университета становится хранителем минералогического музея. Он собирает минералы. Он сама по себе, коллекция находилась в весьма неприглядном состоянии. И он начинает все вот это как-то все аккуратненько-аккуратненько все сочетать. И в скорости, в скорости. Хочу еще сказать, что когда он работал на Полтавщине, Владимир Иванович Вернадский обращал внимание не только на геологию. Он сохранял археологические памятники. И поэтому ученые того времени сказали, надо же, как здорово. Не догадались до этого геологи, например, сохранять то, что вот есть. Вот это знаменитые скифские курганы. То есть, это как раз изображение Великой Матери, которая встречается на всем пространстве нашей единой прародины. И, безусловно, это очень мощно. Итак, линия любви. Наташа Старицкая. Удивительная девушка. Умная, прекрасно образованная, горячая по натуре. И в то же время скромная и даже застенчивая. Итак, Наталья Старицкая приходит в кружок, который впоследствии, вот я говорил, становится братством. И украшает его. И Владимир Иванович влюбляется в Наталью Старицкую. И они прожили всю жизнь. И в кружке появилось еще несколько девушек. Часть женщин, писал Греб, подавала кружку, полноту и задушевность. Компания господствовала безукоризненно, чистое, идеальное и серьезное отношение к женщине. И, например, конечно же, они много собирались. Все как-то вздохнули грустно. Они собирались и много беседовали. Вот посмотрите, что они считали, что нужно вообще для народа. Какие книги нужны для народа? Первое. Необходимо, чтобы были книги по всем вопросам, волнующим народ. Книги о землевладении, описание места путей в России и объяснение народных прав. Второе. Книги о природе, о небе, о земле, звездах, солнце, погоде, почве, растениях, животных, людях. Народная медицина и гигиена. Третье. Рассказы из истории страны. Дать народу верное представление о том, в каком положении он находится в государстве и чем он должен быть. Слова, которые сегодня звучат точно так же. Точно так же своевременно. И в конце университета окончания Владимир Иванович Вернадский, он серьезно готовится именно к тому, чтобы стать хранителем этого минералогического музея. Вообще, вы любите минералы, камни? Да, очень. Если есть такой музей в городе, обязательно. Да, потому что мы когда, конечно, приехали на Камчатку, нам показали, мы подержали в руках вот эту породу, из которой золото добывают. Ну, это, конечно, вообще... Как она называется? Меня лучше не спрашивать. Где-то у меня записано. Золота там много. То есть, порода дает большой выход золота. Поэтому, конечно, это прекрасно. А это где такой сейчас музей? В Тамбурге, что ли? В Ленинград. В Санкт-Петербург. В Москве же он тоже есть? В Москве тоже есть. Вернандовской области. Вот можно до сих пор доехать. Поэтому Тамбовская земля также связана с Владимиром Ивановичем Вернандским. Дальше течение жизни усиляется. Санкт-Петербург, волнение. В общем, так сказать, градус состояния общества он растет. Но при этом Вернандская уже с его сыном Георгием. Кстати, это очень известный историк. Георгий Вернандский. Итак, начинаем развитие научных идей. Вернее, продолжаем мы развитие его научных идей. Вернандский посещал Европу, Париж, Мюнхен. Везде он учился у ведущих учителей того времени. А по приезду в Москву он тут же побывал у Павлова. И рассказал ему, в общем, короче говоря, о том, что он исследовал. И он начинает читать лекции в университете. Он пишет образ, да. То есть он пишет первую лекцию такую, что ему говорят, что эта лекция может стать основой научной работы. То есть лекция уже, сама лекция профессора, она сама как научная работа. Вот такой уровень был. И вот Попов, один из первых учеников Вернандского, писал. Будучи студентом второго курса, я слушал лекции по кристаллографии, которые читал Вернандский. То есть Вернандский начинает заниматься со студентом. И здесь он пишет очень важные строки. Рассуждает он следующим образом. Каждый минерал, подобно любому живому организму, имеет свою собственную историю. В какой-то определенный момент он формируется из составных частей химических элементов. Существует до тех пор, пока какая-то внешняя сила, физическая или химическая, не начнет видоизменять или разрушать минерал. Вернандский прослеживает весь этот процесс. И рождается новая наука, генетическая минералогия. Этим начинают заниматься ученики и сотрудники. Минералы как бы оживлялись и рассказывали удивительные истории своего рождения и произошедших с ним перемен. Напоминаю, вот тот камень, у которого мы вчера стояли после нашего обряда, его возраст около двух миллиардов лет. Это на котором высечено, да? Два миллиарда лет. Потому что эти камни пришли сюда вместе с ледником, они пришли с севера. Но именно эти валуны, они выделялись фактически в начале геологической истории Земли. И все камни там, они возраст это полтора-два миллиарда лет. Вы представляете, какая память и сколько много интересного нам могут рассказать камни. И в итоге, смотря на поведение, смотря на геохимию, Вернадский как раз таки устанавливает новую науку, в которой он рассматривает этот кругооборот. И обратите внимание, он пишет о том, что круговорот элементов в живой материи на порядке превышает круговорот в костной материи. И именно благодаря этому круговороту выделяется энергия, или же она осуществляется благодаря некой силе, которую мы всегда называли живой. То есть, смотрите, мы почему все сворожичи, в нашем организме идут биохимические реакции и поддерживается температура 36,6. Мы горим. Пока мы горим, мы живы. На два градуса, или там сколько градусов меньше температура. И все. Ну, вот это, кстати, то, что мы все любим. Минералы с умными-умными названиями. Число его, так сказать, последователей расширяется. Продолжаются исследования. Надо сказать, что здесь еще Владимир Иванович Вернадский увлекается весьма много идеями Толстого. А толстовство до сих пор, кстати говоря, идеи Толстого до сих пор развиты в мире. Одна из идей Толстого как раз таки то, что не нужно иметь столько вещизм. То есть, не нужно иметь такое огромное количество вещей. Он призывал к простоте, то есть, нужно иметь необходимое. Вот на эту тему у нас тоже мы боремся с Плюшкинами. Понимаем то, что избавляемся от лишнего, обретаем необходимое. Ну и далее, конечно, продолжаются и исследования Вернадского, и его блестящие лекции. И когда шла война с Германией, ему приходит гениальная мысль. Для того, чтобы победить, нужно просмотреть, какой ресурс мы все имеем. И сообразуется комиссия КЕПС. То есть, это комиссия естественных природных ресурсов страны. И в дальнейшем она перешла, так скажем, прямо в советское время. То есть, именно какие есть у нас ресурсы для победы. И, так сказать, он пишет Россия по своей истории, этническому составу и природе. Страна не только европейская, но и азиатская. Поэтому, конечно же, необходимо мощное, мощное образование. Проходит 17-й год, революция. И Владимир Иванович сразу вместе с учеными входит в советскую власть для того, чтобы заниматься и продолжать служить обществу. И вот деревня Шишаки, он испытывает невероятный такой подъем в своей научной деятельности. Это его такая прямо болдинская осень. И он сосредотачивается на науке. Владимир Иванович сосредотачивается на науке. У меня в руках есть его как раз книга. Книга. Вот она. Владимир Иванович Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине. То есть, вот в эти годы издается много книг, именно посвященных его деятельности. В частности, например, в Академии наук изданы письма Владимира Ивановича Вернадского к жене Наталье Егоровне Вернадской. То есть, вот это его письма. И письма, конечно же, они тоже не просто очень интересные. Это письма, в которой содержат его мысли. И читать письма очень интересно той поры, потому что как писали. Это, конечно же, не смс. Также выходит, безусловно, вот Лев Гумилевский, Вернадский. Вот это очень интересная книга. Она вышла в жизни замечательных людей. И то, на что мы сегодня опираемся, Инар Иванович Мачалов. Это вот его книга Владимир Иванович Вернадский. Это один из мощных исследователей творчества Владимира Ивановича Вернадского. То есть, конечно, Вернадским надо заниматься очень много. И мы просто сегодня пытаемся немножко прикоснуться к его линиям жизни, его линиям творчества. Для того, чтобы понять сегодня, в чем же состоит основа учения Владимира Ивановича Вернадского. Опять-таки, он предлагает идею автотрофности. Он говорит о том, что хорошо бы, чтобы человек вышел из цепочки поедания, которая существует у нас. А это вот как раз страница, это почерк Владимира Ивановича Вернадского, часть его труда, в которой он говорит об автотрофности. На данной фотографии, здесь он с женой и со своей дочкой вылистали газету, которую она подготовила, да? И дочка его окончила медицинский институт, вышла замуж в Праге за Толля, и уехали они в Америку. В Миддл Тайм. Итак, Вернадский читает лекцию «Начало и вечность жизни». Именно тогда создавал свои смелые проекты межпланетных полетов Константин Эдуардович Циолковский. Развивал учения о солнечно-земных связях ученый-поэт-художник Чижевский. О космосе писали поэты, фантазировали художники. И в своей лекции Вернадский говорит, что же такое жизнь, какое имеет она отношение к космосу. Хочу сразу сказать, что Владимир Иванович Вернадский исповедует принцип ряде. Все живое от живого. Итак, мы с вами подошли к квинтэссенции учения Владимира Ивановича Вернадского. Вы в трех словах теперь можете сформулировать, о чем же нам поверил Вернадская во многих-многих своих произведениях. Владимир Иванович, а? Все живое от живого. Да, вот смотрите, все живое из живого. И как это вы назвали? Все, принцип, все живое от живого. О чем это говорит? Дальше слушаем внимательно. Первое. Жизнь вечна. Второй принцип. Жизнь невозможна без биосферы. Третий принцип. Жизнь возникла одновременно, и количество живого вещества является постоянным на планете Земля. Третье. Костное вещество никогда не переходит в живое. Как понять костное вещество? Вот так, вот так вот и понять. Вот если, вот существует кругооборот элементов, и если элемент состоит в живом веществе, то мы состоим из тех элементов, которые только всегда были в живом веществе. Ни одно из положений Владимира Ивановича Вернадского до сих пор не опровергнуто. И также мы не можем это доказать с абсолютной точностью. Изотопный анализ тоже дал нам Владимир Иванович Вернадский, и с помощью его как раз это все доказал. То есть у него есть доказательная база всего этого. То есть смотрите, все живое из живого. То есть если что-то происходит, то была некая масса живого вещества. Она эволюционировала, она развивалась, но она осталась прежней. Это вот его мысль. Я не призываю вас принять ее... То есть вот я просто вам говорю, о чем его учение. Вот причем вот эта биосфера является живым организмом. То есть это некий живой организм, который возник одномоментно. Владимир Иванович предполагает, что Земля проходила какую-то область космоса и погрузилась в область жизни. Вот как вот макают в чернинец вот палец обмакнуть в чернила. Ну я так вам объясняю, как он говорил. И вот жизнь на ней осталась. И вот эта масса, вот она какая есть, такая и осталась. Вот об этом никто не говорит на самом деле. А в этом суть учения Вернадского. И получается так, что он очень обогнал свое время, потому что по сути своей, ведь не случайно, я напомню, что Вернадский... Я вам напомню. Упоминание Вернадским книг Ромена Ралана таит в себе гораздо больше смысла. Знакомство с жизнеописаниями Рома Кришны и Вивакананте, представляющими философию Адвайта Веданта и их идеями, позволило ученому понять основу мироустройства жизни. Пишет Вернадский. Через гьоты я пришел к Роману Ралану. На днях закончил чтение его книжки о Рома Кришне. Заставило глубоко думать и вызвало порыв писать по вечным вопросам бытия. Не философский, не религиозный, но форма научной исповеди. Во всяком случае, равных среди европейцев я не знаю таких личностей, как Рома Кришна, Ганди, Вивакананда. Собрание сочинений с вами Вивакананда в семи томах с его записями на полях с отметкой на титульном листе «Академик Вернадский» было обнаружено в Ленинграде. Сочинения с вами Вивакананда представляют также интерес с точки зрения воссоздания творческой лаборатории ученого. Индивидуальный творческий опыт Вернадского приводит его к убеждению, что развитие научной мысли связано с идеями о синтезе науки, философии, религии и искусства. Таким образом, целостность, восприятие природы – это основа. И кроме веданте, важное значение для понимания тенденции развития современной научной мысли имеет также изучение элементов философской системы аурабинда-коши, интегральной веданте, интегральной йоги. То есть, ведическая литература явилась основой, почему он именно задумался на эту тему. А именно ведическая литература представляет весь мир целостным. И я напоминаю, что делится как бы мир, в нем есть прокрытие, и в нем осуществляет свою деятельность звучанием ООМ Всевышний. То есть, Бог творец. Он как творит мир? Он создает вибрацию, которая создает из этой материи определенные структуры. И Владимир Иванович пишет, что все рождается из вакуума. На самом деле, так называется эфир. Эфир, по сути дела, это нулевая энергия нашего физического плана. То есть, это первое начало. И, что самое интересное, выделяется часть материи, вот часть материи выделяется великой матерью на то, чтобы она, определенный этап в этой бесконечности, вечности осуществляла свою эволюцию. Это действительно так. То есть, Владимир Иванович подошел к фундаментальному мировоззренческому базису. Действительно, в жизни есть божественная сила, которую мы должны ценить, которую мы должны принимать не просто всем сердцем, мы должны ее охранять и сберегать. Мы носители вот этой живы. Поэтому круговорот элементов, он идет в живом веществе быстрее, чем в костной материи. Она отличается, потому что ее коснулось, если говорить языком другим, благодать. Вы следите за мыслью? Это, конечно же, в те времена, это воспринималось просто как фантастика, потому что ученые до Вернадского, они считали, что жизнь – это просто пленка, пыль, плесень, которая покрывает планету. Вы помните, как тот анекдот? Летит планета, летит комета. Комета увидела планету и говорит, Земля, ты что так плохо выглядишь? Она говорит, да я заболела. А чем ты заболела-то, Земля? Она говорит, да болезнь у меня. А как болезнь-то называется? Ой, цивилизация. А ты почихай. Дело в том, что, конечно же, отношение планеты к нам совсем иное. Мы для нее родные дети. И она все нам дает, все нам жертвует. И дарит постоянное чудо. Дальше идут очень красивые фотографии. И где, действительно, его работы, где он раскрывает жизнь нашу как часть единого целого. Фотография Тунгусского метеорита. Конечно же, метеориты очень занимают Владимира Ивановича Вернадского. И в свое время он сказал, что мы должны изучать космическую пыль. Тогда, в 20-30-е годы, это вообще казалось очень непонятным, зачем нам изучать космическую пыль. Но здесь советская власть дает ему определенные мощные возможности. И Владимир Иванович, кстати, когда он был в Крыму, он как раз так же там развивает деятельность, научную деятельность. И, безусловно, не случайно, что есть сейчас Таврический университет имени Вернадского. Именно на Тавриде. Это жизнь. Это антропогенный фактор. Хорошо, что вы так позитивно к этому относитесь. А как еще? Вот, между прочим, Вот эту машину, эту машину сделал его папа. Он ее все собрал, он кулипин. Как будто из танка, из какого-то. Нет, он просто собрал все. Да это вообще, он летает. Мне кажется, что он и летать может, мне кажется, он все может. И так, очень важная идея заключается в том, что Владимир Иванович Вернадский предполагал, что с помощью искусства мы можем познавать мир. И искусство является важнейшим средством познания мира. Поэтому, конечно же, он очень любил Гёте. Вы наверняка очень много читали работ Гёте по ботанике, по кристаллографии, потому что он был естественным испытателем. И поэзия у Гёте, она составляет малую часть вообще того, чем он занимался всю свою жизнь. Владимир Иванович Вернадский подходит к удивительному совершенно явлению. Он начинает рассматривать проблемы время. И мы потом обязательно поговорим с вами, порассуждаем на эту тему. Итак, человек устремляется в космос. Владимир Иванович Вернадский, говорит, что биосфера – это часть космоса. И, конечно же, это удивительное время. И вот уже когда мы имеем возможность наблюдать за ликом Земли из космических полетов, из космических кораблей, то, безусловно, это большое счастье, что жил такой удивительный, мощный ученый, который на много-много-много десятков лет опередил свое время. Но мы видим о том, что он, по сути своей, всего лишь навсего, показал нам то, что мир единый, живой, и в нем существуют законы живого вещества. Он начал изучение законов жизни. А ведь наша традиция, она в первую очередь говорит о жизни. Мы в первую очередь говорим о том, что традиция оставляет то, что нужно жизни. И традиция отметает то, что нам несет сейчас общество потребления. Это жизни не нужно. Это убивает жизнь. Это захламляет жизнь. Это превращает окружающий мир просто в какой-то гротеск. Идут годы. У Вернадского уже рождаются внуки. И он пишет большую работу, посвященную Гёте. И пишет в итоге работу «Научная мысль как планетное явление». То есть, он именно рассматривает человечество как геологическую силу. И основной геологической силой, создающей ноосферу, является рост научного знания. В этой связи, конечно, мне хочется сказать, что вы знаете, что термин «ноосфера» не принадлежит Вернадскому. Это тезис Теярда Шардена. Он появляется, термин «ноосфера» – сфера разума. И надо сказать, что на этот предмет, у него только начальное исследование. Он выходит на ноосферу через живое вещество. И здесь, конечно, если мы просто возьмем эту фразу, вот «ноосфера» – это то, что дает нам научное знание. Получается, что «ноосфера» – это сотовые телефоны, сетевая связь, интернет. И это вот то, что дало, ну, если вот так вот просто взять и банально, да, вот это все собрать. На самом деле, конечно же, это не так. Вот супруги Вернадски уже в 40-й год. И скоростью наступает война. Они переезжают в Казахстан, где продолжают свою... Ну, потому что вот это как раз виды туда, куда они выезжают. Он ищет, разыскивает ученых для того, чтобы продолжать свои исследования в Боровом. Там же они... То есть они там живут в эвакуации. Но в это время сын Павла Флоренского, Кирилл Павлович Флоренский, он на фронт идет. И потом он продолжает, естественно, дело Владимира Ивановича Вернадского. И здесь же происходит такое событие. Наталья Егоровна заболела. И в ночь со 2 на 3 февраля она скончалась. Это, конечно, была для Владимира Ивановича большая потеря. Он весьма... Ну, то есть он просто осиротел, но продолжал работать. Книга Вернадского, вот эта книга замечательная, «Химическое строение биосферы и земли, ее окружение». Такая книга его жизни. Она продолжалась. И продолжались доклады. И Владимир Иванович пишет. «Готовлюсь к уходу из жизни. Никакого страха. Распадение на атомы и молекулы. Чувство единства всего человечества». Ну, как настоящий ученый, конечно же, вот он писал именно так. «Скончался 6 января 45-го года». То есть до победы он не дожил. Но вот его стол, то есть вот эта фотография его супруги, его записи, то есть, ну, оставил нам действительно огромное-огромное наследство. И если мы с вами возьмем то, что, о чем нам говорила Валентина Сергеевна Неаполитанская, то помните, я говорил вам о том, что остаются, писал Владимир Иванович Вернадский, говорил «Незведанными области телепатия, гипноза, парапсихология. И в ближайшее время должны будут начать изучать их на строго научном уровне. Очевидно, что на данный момент это все не поддается науке». Это моя запись со слов Валентины Сергеевны Неаполитанская, которая общалась и с его дочерью, и дочь очень много ей рассказывала, и письма, и какие-то исследования. Поэтому этого нигде не прочитайте. Еще раз прочитайте, пожалуйста. В наше время остаются незведанными области телепатии, гипноза, парапсихологии. В ближайшее время они должны будут начать изучаться на строго научном уровне. Очевидно, все это не поддается науке. У него были годы, когда он настолько интересовался и настолько был погружен в это, что Валентина Сергеевна Неаполитанская говорит, «Я думаю, что он был сильным экстрасенсом». Мне так думается. Его дочь описывала случай, который произошел в Киеве. Итак, история. Владимир Иванович Вернадский был избран президентом Украинской академии наук. Жили они в квартире одного профессора Добровольского на четвертом этаже. В один день на дом напали пьяные дезертиры. Пьяные мужики. Мы сидели в большой комнате. Дочка это рассказывает, Нина. А отец сидел за столом и писал свое живое вещество. А живое вещество приближалось. Это его конек. То, что он считал своей заслугой перед человечеством. Учение о живом веществе. Сейчас этим никто не занимается. Реально, живое вещество никто не исследует. Именно жизнь. Как вот с научной точки зрения. А Владимир Иванович хотел создать институт по изучению живого вещества. То есть, научный институт жизни. Он хотел понять сущность живого. И считал, что это учение живого вещества выводит его на тот же уровень, скажем, как учение Дарвина. А многие даже считают, что высшее учение Дарвина. На самом деле, учение живого вещества выводит на уровень нашего природосообразного ведического миропонимания мира. Владимир Иванович с увлечением делал все. И он вообще был страстно увлекающимся. Поэтому он сидел и писал. Нина и мама занимались каким-то рукоделием. Мы слышим внизу шум бьющегося стекла, крики. Что-то падает, кто-то плачет, кто-то ругается. И шум по этажам поднимается все выше и выше. Наконец, подходят к их двери и раздается стук в дверь. Владимир Иванович Вернадский, не открывая глаз, продолжает работать над живым веществом. А живое вещество приближается. Нина говорит, папа, что делать? Он поднимает спокойно голову и говорит, как что делать? Открыть дверь. Логично. Нина Владимировна открывает дверь, вваливается в атака пьяных мужиков. Останавливаются на пороге комнаты. Что они видят? Сидит старец напротив, что-то пишет. Сидят две женщины, работают руками. В общем, психология. И Нина говорит, один из них что-то отцу крикнул. Отец поднял на него спокойно глаза и говорит, не мешайте мне, я занят. Они потоптались на одном месте, повернулись и ушли. Ничего не тронули, никого не тронули. То есть мантра простая, вы поняли? Не мешайте, я занят. Смотря в каком состоянии, ты говоришь, пьяные мужики. А состояние это его сила, потому что он же... А сила откуда идет? Сила идет в жизни. То есть это же, вот мы с этого начинали. Эта сила, жизнь, она огромная. И, естественно, вот это спокойствие, оно передается. Мы были знакомы с Вадимом Леонидовичем, это художник в студии, киностудии имени Горького. Он когда воевал, а он был мощный вояка, участвовал в битве под Кенигсбергом. Вот представьте его состояние вообще психики. То есть вот они сидят расслабленные, после боя отдыхают. и кто-то к нему подходит, не кто-то, а, ну, это, ну, женщина, санитарка подходит, и сзади ему вот так вот заширывает, ну, так, шутка военная, холодной воды, прямо ледяной холодной воды, неожиданно сзади. Его реакция. Вот он, нет, Мань, ну ты чего, холодно же? Спокойно, вообще. То есть конечно, спокойствие психики, это недаром, наверное, его дочка Нина работала в психиатрии, то есть ее очень заинтересовало, как это можно вот так вот владеть своей психикой и чиной. Как он узнал, что это она, у него что, сзади глаза? Не знаю. Нет, обернулся, что происходит? Ну, надо так. Вопрос не про глаза, про реакцию. Ну, я вам хочу сказать, что Вадим Леонидович был очень хорошим знахарем, так что, может, он ее и спиной выглядел, не исключено. Мне это, знаете, что напомнило знаменитое изображение Полиновым сцену Христоса грешница. Когда к Иисусу привели падшую женщину, сказали, ты еврей, ты же знаешь наши законы, это падшая женщина, она изменила мужа, по закону мы ей должны побить камнями. Он сказал, кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень. И, ну, как бы сказал так, что я занят. Ну, в общем, я не очень понимаю взаимосвязь с этой притчей, но здесь идет, да, ну, здесь, вероятно, всего идет, то есть, ну, у нее просто смысл тот, что Валентина Сергеевна, она как бы ассоциирует, что он тоже обладал большой психической силой, большой силой жизни. И факт остается фактом, ничего не тронули, а разгромили три этажа до этого. Они дают встали. Так они все выместили уже. Вы знаете, когда, нет, ребят, когда человек в таком состоянии, там еще пять этажей можно. Поэтому, конечно же, просто страха не было. На первых трех этажах там присутствовал страх, ужас, что происходит. Паника, реакция. Естественная реакция, да. А здесь спокойствие, ошарашивает, неадекватная. Трагедия Вернацкого состоит в том, что после него осталось много неопубликованных работ. Причем работ последних дней жизни. А у него шло развитие по спирали. Он перевел минералы на генетические рельсы. Он стал изучать историю химических элементов, входящих в данный минерал. И установил вот этот круг. Мы об этом с вами уже говорили. Круговорот химических элементов, идущие в быстром темпе, чем они идут в мертвой материи. И живой процесс вечный. Поэтому Владимир Иванович Вернацкий говорит, что жизнь явление космическое. И в космосе по существу во всей Вселенной есть и косная, и живая материя. А что такое живая материя? Очевидно, духовная сила, то есть он связывал жизнь с духовным началом Вселенной. И когда вы начинаете разлагать на химические элементы все живое, в конце концов получаете химический элемент, а что-то ускользает, то, что дает жизнь. Вероятно, это и есть самое главное. и энергия, которая все движет, это энергия жизни. Живое для того, чтобы жить все время, должно работать. И в эту работу оно втягивает всю костную материю. Владимир Иванович именно вот интересовал его, откуда все пошло. то есть почему причина причина возникновения этого мира. Вот. В этой работе, которую я планирую именно как живая земля, там будут все аудио-аудио нашей встречи, поэтому вы сможете спокойненько послушать, насладившим голосом Валентина Сергеевна вот это все, как она все красиво все это преподносит. И, конечно, еще раз я хочу сказать, что мы потом участвовали в еще одной клаузуру «Ноосфера». Это была еще одна конференция «Ноосфера настоящая и будущее человечества». Там, кстати говоря, первый раз выступил вот очень популярно в те времена и потом времена человек, который про карму все писал. Известный он был. Тогда прям очень популярный. Здесь его тоже работа даже есть. Вот. Но я нашел другого автора. И опять хочу сделать официальное заявление. Ольга Александровна написала статью «Ноосфера как часть биополя». Вот. Под моей фамилией она здесь написала Ольга Александровна. Я вот тебе показываю. И здесь как раз здесь говорится о том, что смысл биополя, смысл кольцо в кольце, то есть как раз рассматривается все с позиции нашего учения колосвета, то есть как оно все существует в этом мире. Почему мы говорим сегодня о живой земле? Дело в том, что если мы желаем познавать великий закон, который все создал, в том числе и нас, то чем больше мы имеем ассоциации с жизнью, тем мы легче можем определить для себя вот эти законы не как какие-то просто надпись на бумаге, а именно понять, почему же великий закон в силе действия. То есть мало просто повторять какие-то фразы, нужно же понимать смысл этих фраз, потому что все, что происходит во вселенной идет в законах ритма взял, отдал, все идет в определенном круговороте, все идет в определенном ритме и все идет в определенном времени. И вот эта книга, которую я вам рекомендую, философские мысли натуралистов. Конечно, когда мы начинаем читать такие книги, мы прям засыпаем, потому что уже отвыкли читать серьезные книги. Напоминаю, Сталин читал каждые сутки 500 страниц. Ну, вот если вот, то есть, конечно же, это, ну, даже если мы вот 30-40 страниц в день, это уже в общем подвиг. Да, для нас это уже подвиг. И Владимир Иванович здесь посвящает очень большую работу именно временем. То есть, что же такое время и понимание времени, понимание времени и понимание пространства. И он пишет, я цитирую, страница 343 «Философские мысли натуралиста», конечно же, издано это в 88-м году. К сожалению, многие работы последнего времени были уже изданы после его жизни. По-видимому, долгие века, вплоть до победы христианского, мусульманского и еврейского миропонимания, западная европейская научная работа шла в условиях гораздо более близких к современному отношению к времени, чем это было при Ньютоне и предшествующие ему века. Это было в эпоху господства в Средиземноморье эллинской эллинистической мысли, причем окружающая Средиземноморье культурная среда персидская, индийская, китайская, среднеазиатская во многом отвечала научной мысли древнегреческих мыслителей и в некоторых более отдаленных от области нашей цивилизации странах сохранила непрерывно крупные черты современного представления о времени. и как раз таки он пишет о том, что представление древних о времени оно было правильно, потому что древние представляли мир многомирным и познание этого мира они также старались познавать его именно многомирным. И он пишет о том, что Гаврила Романович Державин очень четко сравнивает время с рекой, то есть вот его цитата «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей». И дальше он пишет очень интересно, изучая философию плотина, это 203-269 года. Это эллинистическая римская культурная среда. Здесь в это время шли к захвату страницы 346 человеческого сознания и религиозное построение. христианские, опирающиеся на иудейства, которые несли с собой как основную часть новое миропонимание, резко отличное от господствующего понимания времени. В это время они не только захватывали народные массы, далекие от научных интересов, но создавали миропонимание, выражавшееся в рамках тогдашней философской научной мысли. Эллина, так же как древние восточные мыслители Египта, Индии, Халдея, считали человечество и мир очень древними и исчисляли историческое время десятками сотнями тысяч лет. Допускались бесконечность времени и повторяемость одних и тех же событий, предметов, людей через сотню и больше тысячи лет вечно идущий возврат. В эпоху Плотина начало все больше и больше приобретать значение еврейско-христианское представление о малой длительности страницы 347 Вернадского о малой длительности и конечности человеческого существования всего мира. Какие-нибудь восемь и сто поколений отделяли по этим представлениям человека эпоха Платона от начала мира, а эпоху Плотина миллионами людей ожидался как реальное явление конец мира, прекращение времени. По мере усиления христианства в структуре государства и общества это резко противоречащее реальности представление о времени получало все большую силу и огласку. То есть, если говорить коротко, то пришедшее к нам вот это представление о времени, оно рассматривает времени как линейное, где есть точка сотворения и точка конца мира. А что вот между этих точек непонятно. Как-то у Владимира Ивановича Вернадского у него было очень плохое настроение, он был расстроен состоянием отца и говорит на уроке богословия я все перепутал, грешников отправил в рай, праведников отправил в ад. Владимир Иванович стремился именно к научному познанию мира и с позиции науки в живом веществе время идет по спирали. Он об этом основывается. Время идет вот так вот, оно идет волнами и оно вечное. Потому что не может, а как вот, до того, как вот этот камень, которым мы ходили, ну, например, два с половиной миллиарда лет, он почти возраст нашей планеты, а до этого солнце, а до этого звезды. И здесь получаются такие огромные-огромные временные промежутки. И вот в них человеческая мысль не может заблудиться, если она движется вот именно основами, если она движется именно вот этими основами жизни. Его соратник Личков писал, что жизнь вообще живет такими идет волнами, космическими волнами, ведь это переписка Вернацкого и Личкова. Это книга уже Рудольфа Константиновича Баландина, Вернацкий, жизнь, мысль и бессмертие. то есть если мы с вами говорим о сегодняшнем дне, то вот мы с вами находимся в этих потоках, и об этом говорил Вернацкий, они на нас определяют, и вот представьте себе, вот как писал Пифагор, что такое музыкосфер, ну, например, период вращения Юпитера 12 лет, то есть наш год, а Юпитерианский год это 12 лет, период вращения Сатурна почти что там, я не помню, 33, да, по-моему, года, я могу здесь ошибиться, вот что это обозначает, это обозначает по древним представлениям, что вот нота Юпитера, она длится 12 лет, а если мы возьмем дальше, мы с вами можем услышать музыку, которую нам поет Уран, Нептун в течение столетия, то есть для этого мы даже должны с вами находиться на уровне, когда мы воспринимаем временные вот эти промежутки по тысяче лет, то есть находимся в другом состоянии, то есть все очень относительно, и мы с вами совершенно не слышим, какая у нас музыка происходит сейчас в клетках, в которых там атомы вращаются там с другими скоростями, это совсем другая музыка, но везде звучит вот эта музыка, и вот зазвучала музыка, которая скоро призовет нас на посадки, на посев, и если мы не попадем например в ритмы природы, то мы просто останемся голодными, я вот так вот говорить, если бы про нас, и поэтому вот чем бы мне хотелось завершить Владимир Иванович Вернадский, во-первых, мне бы хотелось, чтобы вам стало интересно его почитать и ознакомиться с его творчеством, посмотрите, пожалуйста, фильм Закон Вернадского, он есть в интернете, посмотрите там Валентину Сергеевну Неаполитанскую, Мне теперь моя задача конечно же как сами понимаете вот эту создать аудиокнигу, потому что здесь вот воспоминания о Симорине, который нигде не опубликован, но такие материалы, которые я понимаю, что сейчас нужно открыть это человечество, пусть человечество немножко задумается о живом веществе, которым оно в принципе является, и продолжая нашу тему, вернее завершая ее вот именно нашей темой живого вещества, я прочитаю то, что мы писали тогда, но опять-таки это наша вот эта Аюс, Аюс, это кстати сила жизни, что мы знаем о том, чего не знаем, мы ищем другие цивилизации, острова жизни во Вселенной, строим космические корабли и планы освоения мирового пространства, а самый главный представитель космического содружества нами так и не замечен, еще бы, его твердь под ногами, так привычно поколениям людей, а потом, ведь мы ищем жизнь, а это летящее в пространстве тело просто глыба, глыба неживой материи, но с чего, скажите на милость, это утверждение стало для нас неоспоримой истиной, мы вообще очень любим разграничения, материя первична, сознание вторична, ресурсы экономически выгодны и невыгодны, что такое жизнь вообще, в широком, о нюзком смысле слова. Жизнь это процесс видоизменения природных форм, обусловленное стремление материи к переходу с исходного нижнего уровня, более плотной статичной материи, к верхним эволюционным уровням, где материя существует в более тонком динамическом состоянии. Здесь мы продолжаем мысль Вернадского о том, что через живое вещество и через процессы жизни материя может эволюционировать вплоть до самого высшего плана. Жизнь нашего представителя сложна и таинственна. Плазменное ядро сердца зарождает спиральный поток магмы, в которых образуются различные виды веществ. Многочисленные слои веществ оберегают излишнего жара тонкую корочку поверхности, окутанную последней летучей обстановки. Конечно, в неприятие Земли как живого организма играют психологические установки в человеческом сознании, ведь полагают, что перед тобой не живая плоть, а нагромождение даровых ресурсов можно бурить, стерзать, взрывать. Морт материя, что ей сделается? Да, планета не даст отпор, потому что даже легкие содрогания поверхности ее тела губят хрупкую нежную жизнь, рожденную ею. Пусть люди не понимают знаков обращенных к ним и не слышат ее криков. Она как мать, как мама будет стремиться сохранить детей своих, ведь в них ее будущее, будет сносить обиды, терпеть и в надежде на ответную доброту на их прозрение в будущем отдавать и отдавать все без остатка. Люди, проснитесь от болезненного сна, взглядите на мать свою, бросьте ей на помощь, еще не поздно. Глухи сердца, крепок сон, сковавшие веки, высокие заборы, оберегающие эго от сердечных волнений. Все те же планы о космическом освоении, все спит и бредит в кошмарах сновидений. Мама, напомни им, разбуди их с собой, все человечество дети, а детей уже сильно испорченных приводят в состояние размышления только крепкий шлепок, пусть это больно, но необходимо. Ну это мы вот так в те времена рассуждали. Вот смотрите, то есть тогда вот очень интересно, то есть как происходит деградация вообще сознания. То есть тогда это легко читалось, это были дискуссионные клубы, и люди приходили и дискутировали, потом вызывали нас там в партком, говорили, что вы уже подходите к запретным, вот что интересно, как не берем вернадского, постоянно к каким-то запретным темам подходим, везде. И здесь, конечно, что я хочу сказать, что мы почему пошли этим путем, мы поняли, что можно бесконечно вот так вот стоять, как мы это делали все годы, и вот так вот кричать буквально. Планета живой организм, люди одумайтесь, люди не одумаются. поэтому можно это давать только тем, кто может это принять. Поэтому вот мы, собственно говоря, с вами вернадского сегодня вот такую мощную дань отдали, потому что это мощный мыслитель, это мощная русская философская школа. сейчас мы посмотрели репертуар, и в репертуаре, волшебный листок, в репертуаре фактически не идут русские оперы, их просто нету. а что есть по русской философской школе, вот по русскому космизму, где идут диспуты, встречи. Поэтому это все обращено именно к тем, кто может это воспринять. А может это воспринять только человек, который готов к видоизменению себя, потому что видоизменив себя, ты видоизменишь мир. Мы пришли сюда и поняли, что мы будем здесь жить и показывать, вот так вот можно жить. Вот можно учение Вернадского воплотить в эту жизнь. Можно законы экологии через законы мировоззрения, через законы этики реально воплощать в эту жизнь. И те, кто отзовутся на это, они придут сюда, расскажут другим. Вот и все. А массовая пропаганда здесь невозможно. Пропаганда у нас не было никогда и, мало того, она бесполезна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok